Вот вы сегодня увидели Егорова, какие вы чувства испытали? Вы увидели его третий раз в жизни, насколько я понимаю, да? Сначала, когда все это произошло, второй раз при очной ставке, третий раз сегодня воочию вы увидели. Что вы испытали? Конечно же, это ненависть в первую очередь. Просто, ну это не объяснить словами, это ненависть, это злость. Но я скажу одно, что Егорову я благодарна за то, что я осталась жива. Что он все-таки меня не заметил. Вот за это я ему благодарна, что он меня не нашел. Ну у вас же тогда вообще шокирующая история была, когда собака чихнула, да? Вот, и он почему-то посмотрел. Вернулся в комнату, он возвращался периодически, получается, два раза. И в тот момент я уже обращалась с жизнью. Но слава богу, что меня просто не заметили. Я очень этому рада. Для Егорова я бы не хотела, как много рассказывает, смерть на казнь. Нет, пусть живет, просто долго и мучительно. Со временем, потому что он поймет, что он натворил. И он поймет и пожалеет об этом. Но будет уже поздно, к сожалению. Марина, скажите, вот пережив такое, вы обращались к психологу. Как вы вообще, вот, вы справляетесь? К сожалению, ни один психолог не помог мне. Психолог или не обращалась. Из депрессии меня вытаскивала моя мама, соседей. И также мой адвокат Мишонов Андрей Сергеевич. Это и пару человек, и из моих друзей. Это просто единицы, кто мне помогал. Потому что в большинстве случаев после программы, пусть говорят, все от меня отвернулись. К сожалению. Почему отвернулись? Отвернулись? Ну, они посчитали некрасиво то, что я прошла, решила рассказать на программу Раутер. Они посчитали, что это какой-то пиар с моей стороны. Ну, все, перестали со мной общаться. На данный момент со мной общаются родственники убитых из Редкина. Они мне стали больше, чем друзья, больше, чем, скажем так, родственники. А с нашей стороны, со стороны Вячеслава, моего славы, родственники, друзья, просто единицы, к сожалению. Скажите, вот вас не признали потерпевшим. Вы сейчас требуете гражданским иском возмещения вам морального вреда, да? Потому что, да, потому что я считаю, что это неправильно, когда человек находится на грани жизни, смерти. Это, во-первых. Во-вторых, угроза моей жизни на самом деле была. На моих глазах убили несколько человек, также моих близких. Я пережила, я даже не знаю, как это сказать, что я вообще пережила. Я считаю, что это неправильно, потому что меня не признают потерпевшие. То есть, я понимаю, что родственники являются потерпевшими, а я просто свидетель. Я с этим не согласна, и я буду подавать документы в суд.